Доходная часть окружного бюджета на 2018 год увеличена более чем на 2 миллиарда рублей. Средства, поступившие от Харягинского СРП и федерального бюджета, распределены на развитие инфраструктуры, строительство жилья, образования, увеличение мурот и другие цели. Закон округа об однопроцентной ипотеке претерпел очередные изменения. Теперь купить квартиру по льготной ипотеке можно будет в любом доме, кроме деревянного. Изменения коснулись и возраста строений. 17 жителей Неринмара отметят новоселье. Ключи от долгожданных квартир в новом доме по улице Полярная сегодня вручили в администрации города. Недетские проблемы. Уполномоченный по правам ребенка в Ненинском округе Римма Галушина представила доклад о своей деятельности. Детский омбудсмен обозначил ключевые проблемы и пути их решения. С главными событиями этого дня в студии Иван Никонов. Доходная часть бюджета Ненинского округа подросла на 2 миллиарда 200 миллионов рублей. В региональную казну поступили дополнительные средства от Харягинского СРП и безвозмездные поступления, в том числе из федерального бюджета. Вместе с доходной частью изменилась и расходная. Направление, по которому распределены средства, утвердили сегодня на сессии собрания депутатов Ненинского округа. Основная доля расходов от всех поступивших средств придется на департамент строительства транспорта ЖКХ и энергетики. В первую очередь деньги будут направлены на развитие инфраструктуры региона, строительство, реконструкцию и содержание дорог. В том числе на дальнейшее развитие нашей инфраструктуры, это на строительство дорог, реконструкцию дорог, поддержание дорог, в том числе на строительство третьего участка дороги на Римарусинск. Это порядка, с учетом федеральных наших окружных средств, порядка 1 миллиарда рублей. Дополнительные средства 690 миллионов рублей выделены на строительство жилья. Расходы запланированы на строительство, в том числе реализацию программы переселения из ветхих и аварийных домов. 601 миллион добавляется на предоставление субсидий юридическим лицам до 100% обеспеченности по субсидиям на коммунальные услуги, пассажирские перевозки, воздушным и водным транспортом. Также были учтены поправки репутатского корпуса на предоставление бюджетных ассигнований в сумме 15 миллионов на строительство моста через реку Кутино в селе Несь. 134 миллиона рублей направлены на окружное образование, ремонт из школ и детских садов, а также доплаты учителям и воспитателям. Из них 74 миллиона на капиталь и текущий ремонт. Учреждения образования – это школы и детские сады. С учетом того, что у нас приближаются летние каникулы, необходимо подготовить наши школы и детские сады к новому учебному году. На увеличение оплаты труда работникам образовательных учреждений из бюджета региона направлено 19 миллионов рублей. 25 миллионов рублей выделено на доплаты за классное руководство и работу воспитателей в группах. А новому детскому саду по улице Авиаторов решено выделить 6 миллионов рублей на совершенствование материально-технической базы, приобретение игрушек, пособий, расходных материалов. 32 миллиона рублей выделено Департаменту сельского хозяйства. В эту сумму войдут расходы на установление границ подтопления, возмещение затрат на доставку продуктов в села. 1 миллион на выплату СПК Путелича за увеличение маточного поголовья северных оленей. Учтены поправки депутатского корпуса в сумме 18,7 миллиона рублей на капитальный ремонт молочно-товарной фермы в деревне Нижняя Плюша. Изменения в закон об окружном бюджете на 2018 год приняты депутатами окружного собрания единогласно. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал Север. Однопроцентная ипотека в Ненинском округе распространится на все дома, кроме деревянных. Такое решение приняли окружные парламентарии на сегодняшней сессии. Документ, принятый в первом чтении 28 марта, предусматривал увеличение с 25 до 35 лет возраста домов, где можно приобретать квартиру в рамках однопроцентной ипотеки. Кроме того, в закон вносится уточнение, что дом, в котором приобретается квартира в рамках льготной окружной программы, не должен быть признан аварийным или подлежащим сносу. Либерализация коснется и конструктивостроений. Изначально предполагалось, что жилье должно приобретаться только в многоквартирных домах, монолитном, кирпичном или панельном исполнении. Теперь, благодаря поправкам, квартиру можно приобретать в любых домах, кроме деревянных. В процессе работы над законопроектом был учтен фактор влияния еще одного компонента – стоимости жилья, страховых выплат, которые по сделкам со старым жилищным фондом могут сосавить ощутимую сумму. Поэтому в окончательном варианте законопроекта, который представлен вашему вниманию, с учетом его обсуждения на комиссии, предлагается пока не убирать верхний предел по сроку эксплуатации, а ограничиться повышением этого срока на 10 лет, то есть довести его до 35 лет. Инициаторы законопроекта считают, что на этом этапе найдено компромиссное решение. Кроме того, парламентарии рекомендовали органам исполнительной власти рассмотреть возможность привлечения других кредитных организаций с более выгодными условиями кредитования и ставкой первого взноса. В настоящий момент в программе участвует только Московский индустриальный банк. Такие переговоры у нас идут и с Сбербанком, и с ФТБ. Пока решение этим банками не принято. Наверное, они ждут результаты работы нашей программы. А я хочу сказать, что уже по сведениям Московского индустриального банка 83 кредита, жилищного кредита уже оформлено, и люди уже приобрели жилье. И порядка 120 человек подали заявление на получение этого ипотечного кредита, и банки их рассматривают, и уже принято положительное решение. Проект однопроцентной ипотеки запущен в Ненецком округе в октябре прошлого года. Максимальный срок субсидирования процентной ставки в рамках одного кредитного договора составляет 15 лет. На 2018 год в окружном бюджете на субсидирование ставок заложено около 13 миллионов рублей. 17 семей Ненецкого округа стали обладателями новых квартир. В администрации Наринмара прошла торжественная церемония вручения ключей от квартир в доме по улице Полярной. Всего в доме номер 15 администрации города округом передано 35 квартир. Они были построены для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Артур Детятев один из тех, кто сегодня получил ключи от новой квартиры. Вместе с родителями он отметит новоселье в начале мая. Ну я очень рад и доволен, что именно нас сюда пересилили, потому что жилплощадь намного больше. Я уже выбрал для себя комнату и уже думаю, как ее для себя обустраивать. А район тебе нравится? Мне нравится район, но он приятный, не тот, который был старый. Поздравить новоселов в актовом зале городской администрации собрались их родственники, друзья, а также представители окружной власти и депутаты. Это очень отрадно и очень отлично, когда люди из ветхого аварийного жилья переезжают в новое благоустроенное жилье. Особенно с таких приспособленных под жилье зданий, как улица Заводская, дом 9-Б. Мы понимаем, что в условиях заполярья, в условиях севера комфортное жилье – это основа жилья деятельности здесь на севере. По словам мэра города Олега Белака, это давно ожидаемое событие. И заселением дома на Полярный 15 мэрия практически закроет в первую очередь переселение из ветхого и аварийного жилья. Также мэр отметил высокое качество нового дома. Я бы хотел отметить, в первую очередь, по сравнению с тем, как у нас было, допустим, в прошлом году заселение в Швейцово-1, там достаточно было, ну, были замечания, которые были отмечены в нашем КУ. Сейчас качество строительства и сдачи объекта, оно действительно на порядок выше и улучшено. Стоимость нового дома по улице Полярной 15 – 163 миллиона рублей. Шесть квартир в нем будут предоставлены жителям округа по договорам социального найма специализированного жилого помещения. Этот семиэтажный дом на 41 квартиру был сдан в эксплуатацию в конце прошлого года. Здесь 21-комнатных и 21-двухкомнатная квартира. Объект был построен за счет средств бюджета округа в рамках окружной подпрограммы для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Как сообщили в профильном департаменте, в прошлом году в Наринмаре в полном объеме выполнили первый этап окружной программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Второй этап, начатый в этом году, будет продолжаться до 2021 года. Третий этап – расселение граждан из ветхого жилья запланирован с 2021 года по 2025. Александр Литкова, Леонид Шишелов, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Соблюдение прав на жилье, медицинское обеспечение, проблемы в сфере образования. Уполномоченный по правам ребенка в Ненецком округе обозначил основные проблемы, с которыми жители региона обращались в прошлом году. Статистику обращений, а их в 2017 году было 239, а также пути решения проблем Римма Галушина озвучила в ежегодном докладе. Здоровье, безопасность, жилье, обеспечение доступным образованием. В докладе уполномоченного по правам ребенка в Ненецком округе отражена реализация прав детей в основных сферах их жизнедеятельности. Но, пожалуй, самые частые вопросы, которые задают детскому омбудсмену жители региона – качество медицинского обслуживания. Так, по данным Римма Галушиной, в прошлом году в округе зарегистрировано 7 случаев детской смертности, в том числе 2 новорожденных. По одному из них поступило обращение, проведена независимая экспертиза. В результате были выявлены нарушения в части неполного обследования приведения беременности со стороны района поликлиники, которые не повлияли на состояние здоровья женщины. И сделан вывод, что смерть плода можно считать непредотвратимой и независимой от действий медицинских работников. Кроме того, в прошлом году снизилась рождаемость. Так, в 2017 году в Ненецком округе появилось на свет 663 младенца. Это на 145 меньше, чем в 2016 году. Было проведено 193 аборта по личному желанию женщин. По мнению детского правозащитника, этот факт говорит о необходимости активизации работы психолога женской консультации. В округе зарегистрировано 34 правонарушения в отношении несовершеннолетних. Количество детей, склонных к суициду, осталось на уровне 2016 года. И составляет 13 человек, четверо из которых состоят на учете врача-психиатра. Однако, по данным Следственного комитета, таких человек 9. Это значит, что не все подростки получили соответствующее медицинское сопровождение. Считаю необходимым разработать алгоритм взаимодействия между ОМВД, Департаментом здравоохранения и Департаментом образования с целью своевременной и полноценной помощи всем подросткам, совершившим суицидальную попытку. Родители детей, занимающихся в музыкальной школе, попросили пересмотреть льготы для отдельных категорий. Потому что в перечень не попали малообеспеченные семьи, а для них оплата занятий бывает непосильной. Открытым остается вопрос ликвидации второй смены в окружных школах. Так, по закону, в учебных заведениях с углубленным изучением отдельных предметов, а таких школ в Наринмаре две, вторых смен быть не должно. Поэтому нужно уделить внимание вопросу строительства этих социально значимых объектов в городе. Перечень приоритетных объектов социальной инфраструктуры, требующих строительства, капитального ремонта, реконструкции, утвержден протоколом заседания межведомственной рабочей группы в июле 2017 года. Считаю, что данный перечень следует включить в региональный план десятилетия детства с указанием конкретных сроков исполнения. В 2017 году отмечен рост лишения родительских прав. Основная причина – алкоголизм. В два раза сократилось количество преступлений, совершенных подростками, краш и угонов транспортных средств. Но в части употребления алкоголя и наркотиков снижение правонарушений не отмечено. Поэтому детский правозащитник предлагает усилить профилактические мероприятия. В этом году для подростков, состоящих на учете, планируется предусмотреть во второй половине дня профилактическую и социально-реабилитационную работу. Депутаты докладу полномоченного по правам ребенка в Ненецком округе приняли к сведению. Ольга Русул, Вадим Носкин, телеканал «Север». Государством создан объемный комплекс мер поддержки для реализации прав человека в условиях арктического пространства. Но современные вызовы приводят к изменениям правозащитного механизма. В связи с этим актуальным остается поиск новых ответов на вопросы о развитии правового пространства в Арктике. Площадкой для поиска ответов стал межрегиональный форум уполномоченных по правам человека. Его участниками стали более 200 человек, в том числе 30 омбудсменов из разных регионов страны. Ненецкий округ впервые принял столь представительную делегацию уполномоченных по правам человека и их представителей из большинства регионов северо-западного, центрального, южного, уральского, приволжского федеральных округов. Несмотря на такой географический разброс, проблемы у всех общие. Мне очень приятно, что сегодня именно на территории нашего округа будет возможность обсудить все те вопросы, все те проблемы, которые связаны с человеком, с его жизнью, с его ощущением полноты этой жизни, справедливости. Сегодня вообще запрос, наверное, у людей самый большой – это на справедливость. И именно вы являетесь теми медиаторами между властью и гражданином, между всеми слоями общества, которые могут обеспечить это ощущение справедливости у каждого человека. Приезд федерального уполномоченного по правам человека Татьяны Николаевны Москальковой был отложен в связи с представлением ее ежегодного доклада президенту Российской Федерации Владимиру Путину в этот день. Приветственный адрес от имени федерального омбудсмена в адрес участников межрегионального форума представил руководитель секретариата уполномоченного по правам человека в России. Будущее России во многом связано с укреплением и применением уникального геополитического положения российской Арктики, ее богатого интеллектуального и ресурсного потенциала, расширением возможностей внутренней и внешней интеграции для поступательного развития России в 21 веке. Сегодня президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин выдвинул на передний план тему развития арктического пространства, справедливо указав, что теперь богатство России должно прирастать Арктикой. С учетом этой глобальной задачи важно осознание того, что Арктика наш уникальный регион. Его эффективное экономическое и социальное развитие возможно только при условии уважения к правам и свободам человека. И мы должны сделать все, чтобы создать в нем максимально комфортные условия для жизни людей, для работы и продвижения личности. В аппарат омбудсмена в прошлом году из регионов Арктической зоны поступило порядка 2000 обращений, на 350 меньше, чем годом ранее. Тематика обращений, по его словам, соответствует общероссийской. Социальные проблемы, жилье, своевременность выплаты заработной платы и образование. В соответствии с государственными документами и законами Российской Федерации, жители северных регионов имеют право на субсидию для поддержания своих жилищных интересов на территории города Москвы. И вот я могу сказать, что за предыдущий год 7 жителей Ненецкого округа получили такую жилищную субсидию. Минимальная сумма на одного человека – это 1,3 млн, а максимальная сумма – это на семью из трех человек 2,4 млн. 500 тысяч с копейками. Есть нормативы, установленные жилой площади. И вот уже на февраль 2018 года еще один житель Ненецкого округа прибыл на территорию города Москвы и получил субсидию в размере 1,493 млн. рублей. Поэтому вот одна из форм поддержки жителей, соблюдения их прав – это выполнение первого федерального законодательства, второе – всяческая поддержка. В диалоге о правах человека и благоприятных условиях проживания людей в Арктике участвовали не только региональные омбудсмены, прокуратура, но и федеральные и местные органы власти, а также представители институтов гражданского общества, образовательных организаций. Второй день форума прошел на Южно-Хильчуюском нефтегазовом месторождении, где предметом для изучения стали условия труда и проживания вахтовиков. Посещение таких предприятий вообще всегда поражает. Крупные предприятия, защищены социальные права граждан, дают работу, в том числе, я так понимаю, в Ненецком автономном округе, очень много работают местных, социально-бытовые условия. Ну и вот вчера мы слушали на форуме, руководитель нам рассказал о том, насколько большой вклад они вносят, в том числе и финансовый, в развитие округа помощь. Ну и он, я так понимаю, самый крупный, наверное, на уголоплательщик в вашем округе – то, что идет в бюджет. Поэтому, конечно, посещение таких предприятий очень важно. В свою очередь, организатор форума, уполномоченный по правам человека в Ненецком округе Лариса Сверидова, также подчеркнула, что найти устойчивую модель баланса интересов промышленников и народов, ведущих традиционный образ жизни, на протяжении многих лет пытаются и власти, и бизнес, и общество. По ее словам, решение проблемы возможно в скорейшем принятии системы образующего закона, о развитии арктической зоны Российской Федерации, а также установлении правовых механизмов, взаимодействия субъектов традиционного и промышленного природопользования в Арктике. – Уполномоченные дали достаточно высокую оценку производству, условиям проживания. Я обратила внимание на то, как устроен досуг. Мы понимаем, что здесь есть некое островное ощущение, или, может быть, ощущение дальнего плавания, когда люди прибывают сюда и целый месяц находятся в таком закрытом помещении в производстве. Меня очень обрадовало то, что уделяется большое внимание спорту, есть спортакиады, есть при этом производственные совещания, есть стимулы для того, чтобы быть лучшим. Это очень важно, потому что у человека должно быть любимое дело. Кроме того, в день проведения пленарного заседания форума состоялись три профильных секции, где модераторами и экспертами выступили уполномоченные по правам человека из разных регионов. На первой площадке обсудили вопросы построения патронажной службы для лиц престарелого возраста в регионе. На второй – межнациональное и межрегиональное сотрудничество, и его аспекты в десяти регионах. Третья площадка стала платформой для обсуждения роли уполномоченного при взаимодействии с правоохранительными органами и Росгвардией. Инициативы и предложения участников вошли в резолюцию форума. После включения дополнительных предложений, резолюция будет направлена в адрес уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, Федеральное собрание России, для рассмотрения в профильных комитетах Государственной Думы и Совета Федерации в качестве законодательных инициатив, а также в Государственную комиссию по вопросам развития Арктики, профильные федеральные органы власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Александра Литкова, Ирина Нижалова, Владислав Носкин, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Ниницкая телерадиокомпания совместно с Ниницким краеведческим музеем запускает проект «Письма памяти». Он расскажет о весточках, которые присылали с фронта участники Великой Отечественной войны. Первыми трансляцию «Письма памяти» начали на радио «Север-ФМ». Старт телевизионного проекта намечен на 23 апреля. Проект «Письма памяти» будет выходить в эфир телеканала «Север» в 12 часов 10 минут и в 20 часов 20 минут. На сегодняшний день уже подготовлены ролики о письмах, которые с фронта написали Рюрик Безумов, Семен Кожевин, Федор Кожевин, Никандр Пономарев и другие. Принять участие в проекте можете и вы. Для этого необходимо до 27 апреля предоставить в нашу телерадиокомпанию письма с фронта и фотографии авторов писем. И на этом пока все. Новости вы можете увидеть и на нашем сайте, адрес trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.